Субтитры делал DimaTorzok Придумывайте, часть правды, часть правдоподобной правды Лгать не надо, прям особо сильно Но если нужно для красоты, то почему бы нет В математике тоже есть мнимые числа, они их используют И иногда получаются очень интересные результаты Хотя это просто чистая фэнтези, мнимые числа Вы рассудительно, рассудительность включаете Не просто говорите, я не понимаю, почему они все такие ужасные Почему они все такие скучные, я не понимаю Это не публичное выступление Я начала замечать, либо там 10 лет назад я начала замечать Либо вчера я начала замечать, либо после наших занятий Я начала замечать Видите, то есть тут всегда нужно добавлять Вот такие какие-то рассудительные фразы Рассудительные вставки Попробуйте превратить это в некий стори-теллинг То есть расскажите историю Даже на 3-5 минут, как вы что-то видели А где громкость, чуть погромче Конечно После занятий я стала замечать Пофилососуйте, порассуждайте С точки зрения клиента, наверное, это выглядит не очень хорошо То есть, возможно, мы потеряем этого клиента Может быть, это выглядит некорректно довольно-таки Я начала делать девочкам уже самостоятельно какие-то там замечания Или нет, нельзя делать такого Ну вот это сложно, да Чтобы все вот так начали говорить Чтобы все начали так обсуждать и выступать Потому что люди думают, что ораторское мастерство нужно только для того, чтобы выступать реально А там, ну, при продажах, при обслуживании Везде оно нужно Вот А мы как раз подъехали к Бургер Кингу И там человечек сидит, который там в наушниках, там далеко, да А, я, по-моему, дальше один был Вот И он мне прям говорит через этот динамик Здравствуйте, что вы выбираете? Я говорю, дайте мне какой-нибудь Бургер Он говорит, какой вы будете? Я говорю, какие у вас есть? И он мне бургер-бургер-бургер-бургер-бургер-бургер-бургер-бургер-бургер-бургер-бургер-бургер-бургер-бургер-бургер-бургер-бургер-бургер-бургер-бургер-бургер-бургер-бургер-бургер-бургер-бургер-бургер-бургер-бургер-бургер-бургер-бургер-бургер-бургер-бургер-бургер-бургер-бургер-бургер-бургер-бургер-бургер-бургер-бург уехал, но я не понимаю, из чего мне заказывают. С мясом такие, 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 такие. Нельзя сказать, есть курица, есть свинина, есть говядина, есть то-то, то-то. Но вот где-то вот людей напрягает, вводит в такой невроз, что он просто проговаривает тупо на автомате. Ему вообще говоря по барабану, поймешь ты, не поймешь ты. Я сказал бы, ну ладно, давай хоть что-нибудь. Я услышал там фразу «курица». Я бы сказал, ну давай там с курицей, к примеру. А вот от такой манеры, вот от такого жанра, вот от такого спокойного такого повествования, такого стори-теллинга, оно там вот возникает вот необходимую эту уверенность пробивать, чтобы клиенты, и чувствовать свою собственную уверенность. Потому что когда торопишься, когда как торопышка что-то говоришь, ты начинаешь чувствовать себя неуверенно, и клиент тебя тоже начинает волноваться, переживать, думать, что ты как-то что-то где-то пытаешься проскочить словами, какие-то непонятные моменты, а ему тоже неудобно как бы тебя остановить, либо поиск, конкретизировать, да, возникает много-много-много манипуляций. А когда ты повествовательно, спокойно объясняешь что-то, спрашиваешь, вот, то есть мы вот недавно там покупали, там продавали стерельную машинку одну, я спокойно с продавцом пообщался, там взвесил там, сказал девушке какой-то комплимент, мы с ней все поговорили, с ней обговорили, переговорили, перетерли. Это убирает невроз, это убирает невроз. Я с детьми занимался, у меня там один парень даже заикался, когда я ему говорил, говори медленно, весомо, используя все вот эти техники, навыки, он перестал даже заикаться. То есть он говорит прям, ему вообще даже ни капельки не запинается, я специально записал ему на диктофон, выслал ему на телефон, говорю, родителям покажи. Я говорю, ты бы долго еще к логопеду ходил бы, сколько сотен тысяч оставил бы, а то, как мы с тобой позанимались на курсе риторики, выжить, ты даже избавился от своего заикания. Он говорит, да, реально прикольно. Вообще говоря, вот такое правильное, ну так называемое правильное говорение, может быть кто-то быстрее говорит, кто-то там медленнее говорит, но такое говорение, оно избавляет от многих проблем. Я даже сам не знаю, от каких реально оно избавляет. То есть я просто вижу, что у одного это получилось, у другого это получилось, у третьего невроза меньше. Я сам, когда так начинаю разговаривать с людьми, мне самому легче, мне самому проще. Вот так надо научиться говорить. У меня голова меньше болит, я меньше напрягаюсь. Я раньше, когда вижу, что люди там тревожатся, волнуются, либо ругаются, либо пытаются мной манипулировать, я сам напрягался. А сейчас я лучше через такую речь, я сам лучше людей вижу, потому что я реально просто начинаю видеть и понимать все их обороты, все их жанры речи, как они говорят, откуда и куда они ведут, как они с темы на тему перепрыгивают, как они торопятся, как они недоговаривают, как они манипулируют. И я начинаю как бы, понимаю суть этой игры. Я лучше вижу клиентов, я лучше вообще людей вижу. И вы тоже увидите лучше. Вы уже замечаете и своих девочек, которые с вами работают, и клиентов. Когда вы увидите, что клиент в вами начинает манипулировать, вы ему спокойненько, размеренно. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. О, давайте поиграем в такое небольшое упражнение, называется тататирование.